Всем привет! Сегодня очередная распаковка посылки. Она вроде как очередная и в то же время не очередная. Я подумала, что это могло бы стать началом рубрики «Что покупают другие на iHerb?», но так как пока только одна моя подруга согласилась показать свою посылку, то, может, рубрики и не будет. Но, по крайней мере, этот ролик будет сегодня называться «Что покупают другие на iHerb?». Как всегда, в начале ролика благодарю моих подписчиков, зрителей, тех, кто ставит лайки. Я надеюсь, что информация в моих видео вам полезна. Итак, будем смотреть, что покупают другие на iHerb. Посылочка к ним приехала очень быстро. Ко мне, кстати, тоже быстро приехала последняя посылка. Заказывали они 20-го, а приехала она уже 25-го. Итак, смотрим. Посылочка небольшая, как вы видите, и все витаминки. Давайте начнем с большой банки. Это уже всем известный лецитинчик. У лецитина много полезных свойств. Я, по-моему, распаковывала уже лецитин, рассказывала вам подробно про него. А в данном случае лецитин покупают для того, чтобы низить холестерин. Принимается он одновременно с омега-3 и витамином D. Если вы почитаете многочисленные статьи в интернете про лецитин, то вы узнаете, что ежедневно человеку нужно употреблять около 5-ти граммов лецитина. Тут в двух капсулах содержится 2,4 грамма лецитина. Расчет идет на то, что остальное вы добираете из еды. Например, лецитин содержится в курином яйце. И там его достаточно большое количество. Я поищу информацию, напишу вам в верхнем углу, сколько же лецитина в курином яйце. Сразу хочу сказать, пытала подругу по поводу холестерина. Видят ли они эффект от совместного приема лецитина, омега-3 и витамина D? Она сказала, что видят. Это естественно. Естественно, мы не забываем про контроль питания. Это не то, что у человека повышен холестерин, он такой, а, я буду пить только лецитин и омегу-3 и жрать все подряд. Нет, такого нету. Конечно же, человек следит за своим питанием. И за полгода приема вот этих БАДов, это лецитин, омега-3, повторюсь, и витамин D, было существенное снижение холестерина. Он практически пришел в норму. Так что, лецитин могу рекомендовать. Было проверено анализами, а не просто какие-то свои личные впечатления. Все запаковано, как вы видите. Моя нелюбимая крышечка. Мы с вами их уже смотрели. Я считаю капсулы лецитина большеватыми. Они большие по сравнению с другими капсулами. Они больше капсул омеги. Кажется, когда их вместе рядышком держишь, что они совсем чуть-чуть больше, чем капсулы омеги. Но на деле, когда пьешь, получается, что ощутимо. С другой стороны, за счет их формы и вот этой вот оболочки, они достаточно легко глотаются. Поэтому мужчины их вполне могут пить без каких-либо проблем. Забыла сказать, что это лецитин из подсолнечника. Собственно, это и написано на банке. Мужчинам рекомендуют пить именно подсолнечный лецитин, потому что тут нет фитоэстрогенов, которые могут содержаться в соевом лецитине. Следующее, что мы с вами посмотрим, это куэнзимчик. Это хороший антиоксидант. Он полезен для сердечно-сосудистой системы. С возрастом куэнзим начинает вырабатываться в нашем организме все меньше и меньше. И людям после определенного, опять-таки, возраста нужно пить куэнзим. Ну, слушайте, не то, чтобы нужно. Это вопрос даже не веры, а качества жизни, наверное. Есть достаточное количество исследований, которые показывают, что куэнзим способствует сохранению здоровья. Естественно, за сохранение здоровья отвечает не только куэнзим. Если у вас будет беспорядочное питание, какой-то неправильный образ жизни, то одним куэнзимом вы не спасете себя от сердечно-сосудистых заболеваний, либо каких-либо других заболеваний. Естественно, с возрастом люди либо приходят к тому, что они начинают питаться более-менее правильно и поддерживают свой организм добавками, либо они продолжают жить как хотят на свое удовольствие. Почему нет? Я думаю, что найдутся приверженцы и того, и того образа жизни. Но если вы смотрите мои ролики, то значит вам интересно про БАДы. С куэнзимом этой фирмы я не сталкивалась, но почитала отзывы про нее. Отзывы хорошие, неплохие. Люди вполне довольны приемом. Вот, кстати, хочу сказать по собственному опыту. Мне больше всего нравится, когда куэнзим именно вот в такой вот форме. То есть не прозрачная капсула с порошочком, а тут, скорее всего, содержится масло. Потому что куэнзим, обратите внимание, чтобы правильно усваивался, его нужно пить либо после того, как вы поедите какого-нибудь там супчика на жирненького, говяжий бульон, а не постный овощной, или куриный бульон, или мясо поедите. Либо его можно принимать еще с омегой. Жиров в омеге-3 вполне хватает для того, чтобы куэнзим усваивался. Следующее. Витамин D3. Дозировка 1000 МЕ. 1000 МЕ, как вы можете увидеть, это 125% суточной нормы. Если вы подняли свой витамин D более высокими дозировками, сдали анализы, посмотрели, что да, сейчас у меня витамин D пришел в норму, то поддерживающей вполне может быть дозировка 1000 МЕ. Конкретно этот витамин D3 подруга у меня купила своему сыну-подростку. Это будет его личная баночка с такой небольшой дозировкой. Скроем, хотя я думаю, что вы все знаете, кто пьет витамин D3, как он выглядит. Вот так выглядят витаминочки. Они совершенно одинаковые. И для дозировки 5000, и для дозировки 2000, и для дозировки 1000. Для чего нужно принимать витамин D3? В связи с эпидемией коронавируса в мире, вы все уже знаете, что витамин D3 нам совершенно необходим для поддержки иммунной системы. Кроме этого, витамин D3 отвечает, естественно, за многие биохимические процессы в организме. Подробнее почитать об этом вы всегда можете в интернете. Очень много статей. И в этих статьях обратите внимание, в том числе есть и вред от передозировки витамином D3. Соответственно, контролировать витамин D3 лучше всего анализом крови, особенно если вы пьете большие дозировки. Давайте еще продолжим тему подростков. Это витамины для подростков. Я не знаю, насколько хорошо видно вам, но тут у нас есть такие совершенно какие-то дикие цифры. Может показаться сначала, что вот, например, витамина 333% суточной дозировки. Но эти 333% суточной дозировки содержатся в трех капсулах. То есть, соответственно, если вы хотите, чтобы ребенок пил меньше витамина, то есть, например, 111% суточной нормы, то достаточно давать ему всего лишь одну капсулу в день. Соответственно, все эти дозировки указаны. Каждая мама может сделать свои выводы. Потому что у всех разное отношение к дозировкам ежедневным витаминам. Я никому не хочу навязывать свое отношение. Я бы, естественно, давала по одной таблетке. Как будет давать подруга, не знаю. Но поинтересуюсь, кстати, мне интересно. Потому что, да, я совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть люблю контролировать жизнь близких людей. Я почитала состав. Состав неплохой. Тут все основные витамины, в том числе и витамины группы В, которые необходимы для нервной системы. Так как подросток у нас будет в 10 классе, сами понимаете, тяжелое время, еще чуть-чуть и выпускные экзамены, нужно готовиться. Очень много заданий, очень большая нагрузка в школе. Она решила, что мультивитамины могут стать неплохим помощником в поддержании здоровья в целом и нервной системы в частности. Тем более, сами понимаете, почему мультивитамины. Я тут подумала, я еле в своего мужа, взрослого мужика, который, в принципе, понимает пользу того, пользу того, понимает, что нельзя передозировки, ты ему все объяснишь. Но я в него еле запихиваю 6 капсул в день. А представляете, это запихивать в подростка. Конечно же, я согласна, что лучше всего взять одну витаминку с нормальными дозировками, какими-то сказать ему, выпей, пожалуйста, сын. Он выпьет и все будет хорошо. Вот так выглядят витамины для подростков. Отзывы у них неплохие. Я их почитала, ну так, не то чтобы одним глазом, но там 10 отзывов я прочла. В основном мамы все довольны. А крышечка, кстати, смотрите, крышечка с секретиком, с нажимчиком. На вид совершенно обычный капсул, как вы видите. Внутри порошок. Говорят, что из-за этого они тоже достаточно хорошо усваиваются. И у детей нет там никаких неприятных явлений. И последняя баночка из посылки. Это опять витамин D3. Это уже дозировка 2000 единиц. 2000 единиц это 250% от суточной нормы. Это уже дозировка для взрослых людей. Соответственно, они пьют это вместе с мужем. Как вы видите, совершенно похожи эти витаминки на витамины, которые мы с вами смотрели только что в дозировке 1000 единиц. Ничего необычного. Если у кого-то сейчас вопросы, как же так она вскрывает чужие баночки, мне разрешили вскрыть эти баночки. Более того, я несколько раз помыла руки антибактериальным мылом. Так что все в порядке. Разрешение получено. За это можно не волноваться. Что могу сказать про витамин D3? Моя подруга ответственный человек. Собственно, она мне первая рассказала о тех местах, где можно сдать анализ на витамин D3 не очень дорого. Я потом нашла место, где можно сдать его еще дешевле. И я, по-моему, даже в каком-то из роликов прикладывала ссылку для вас на эту лабораторию. Мне она очень нравится. Я регулярно в ней сдаю свои анализы. Люди пьют, вот обратите внимание, 2000 единиц и все равно сдаются анализы, которые контролируют уровень витамина D в крови. Потому что, я повторяю это вам в каждом ролике, в котором я распаковываю витамин D3, переизбыток витамина D3 так же опасен, как и его нехватка. Может быть даже опаснее, потому что вы вполне себе живете, ну, почаще болеете простудами. И у вас там витамин D3 на каком-то минимальном уровне. Но если у вас его будет очень много, то там такие последствия совершенно дикие. Я когда про это все читала, вы знаете, я, наверное, даже сделаю в углу ролика, напишу последствия переизбытка витамина D3, передозировки, которую не нужно допускать. И подруга, естественно, обсуждаем вот эти все БАДы, там приемы, там чего как. Мы делимся тем, что нам говорят врачи, и мы были у разных врачей, и у разных врачей совершенно разное мнение даже по уровню витамина D3. Потому что, если вы обратите внимание на рефересные значения лабораторные по витамину D3, то там чуть ли не до 130 единиц, это типа в пределах нормы. Но все врачи практически в один голос говорят, что должно быть чуть больше половины, и у них только сомнения, насколько больше половины. То есть кто-то мне говорил, что там до 80, мои подруги говорили, что до 70. Я бы не ориентировалась бы на рефересные значения лаборатории, а все-таки бы узнавала у врача, у своего лечащего обязательно, про то, какой уровень витамина D3 необходим вам, и про его точку зрения вообще на это. Потому что лучше перебздеть, чем недобздеть, сами знаете. Вот такая получилась небольшая покупочка. Время поговорить про цены, как всегда. Витамин D3 в дозировке 1000 единиц, стоил изначально 388 рублей. Они его купили за 368 рублей со скидкой. Куинзин Q10 изначально стоил 829 рублей. Приобрели его со скидкой за 709 рублей. Витамин D3 в дозировке 2000 единиц, изначально стоил 309 рублей. Со скидкой обошелся 294 рубля. Мультивитамины для подростков стоили 536 рублей, со скидкой обошлись 510 рублей. Подсолнечный лецитин стоил изначально 863 рубля и со скидкой обошелся 820 рублей. В этот заказ я ей очень долго говорила, пиши отзывы, пиши отзывы, пиши отзывы, за отзывы дают деньги, за отзывы дают деньги, за отзывы дают деньги. В итоге она написала отзывы, и вот им пришли, наконец-то прошло эти 35 дней, и они смогли списать в счет этого заказа 10 долларов за написанные отзывы. Поэтому посылка им обошлась минус 10 долларов. Итак, общая сумма заказа составляла 2702 рубля, минус 10 долларов отзывов, и плюс стоимость доставки, потому что они не попали в 40 долларов, когда доставка бесплатная. Эта посылка обошлась в 2258 рублей. Отличная цена за хорошие витамины. Я надеюсь, что они помогут им поддержать здоровье, потому что я, как любой нормальный человек, хочу, чтобы мои близкие, любимые люди были здоровы и, соответственно, счастливы. Чего вам и желаю. Желаю вам здоровья и желаю вам счастья, дорогие мои, потому что это две таких важных вещи, без которых как-то грустновато жить, согласитесь. Спасибо вам большое за внимание. Не знаю, когда сможем повторить рубрику, что покупают другие. До новых встреч. Увидимся. Пока-пока.